в теологии того, что евреи и неевреи становятся одни в Мессии, но евреи продолжают жить еврейской жизнью. А неевреи, они свободны от этой еврейской жизни. Деяние, 15 глава, это является пример власти связывать и развязывать. Неевреи, они развязаны от еврейской жизни. Но нигде не сказано, что евреи свободны от еврейской жизни. Нигде не сказано, что евреи свободны от еврейской жизни. То есть, ученые понимают, что это теология Луки. И когда подход Луки к закону есть о вселенском законе для всех. И есть особый закон для евреев. Обрезание и вещи, которые проистекают из этого. И слова Иакова показывают нам точку зрения, позицию апостолов. Вопросы? Поднимайте ваши ручки. Задавайте ваши вопросы. Да, он говорил о том, что нету там ни мужчины, ни женщины. И он говорил о том, что в теле Мессии есть и евреи, и не евреи. Чего вопрос? Вопрос. 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 По его мнению, получается, что у Бога будет два народа, а не один. То есть, вопрос Руслана, по мнению Дэна Джастера, что будет два народа, а не один. То есть, это как троица, по принципу троицы. Три личности, один Бог. Два вида людей, они делают один народ. Разрешите, я скажу по-другому. Есть методистский ученый, очень хороший. Его зовут Кэндал Солен, который говорит, различие между евреем и неевреем в одном теле Мессии продолжается в Новом Завете. Почему? Потому что различие между евреем и неевреем говорит нам о том, что Бог уважает различия у людей. Все люди не могут быть одним целым, одинаковыми. Но есть много различных вариантов людей, которые достигнут. Бог не хочет сделать людей таким, это называется гомогенным. Это такая смесь, где все совершенно однородно. Личность и индивидуальность частично формируются культурой людей. И индивидуальная личность, она уникальным образом отражает свою культуру. И Бог, Он ценит культурные различия. И Бог, Он производит многие народы. И Он не хочет разрушить народы или гомогенизировать, или сделать их однородным чем-то. Он хочет, чтобы они все были одним в Мессии. Но если бы народы все стали евреями и присоединились к еврейскому народу, то исчезли бы все различия богатства культуры. Мы не можем сказать два человека, два различных человека. То есть, неевреи или язычники, это короткое название неевреев, народов. То есть, много видов народов, много культур, но все очищены через Евангелие. И никто не ищет, чтобы все были одним, однородным. Почему? Потому что наш Бог, Он великий Бог. И Он любит разнородность. И поэтому Он создает разные виды людей. Еще вопросы есть? Если еврей не был воспитан в традициях соблюдения Торы, не соблюдал закон Моисея, приходит Кешуа и начинает соблюдать закон Ноя. После этого должен ли еврей, придя к Кешуа, начать соблюдать закон Моисея, а не только закон Ноя? Если еврей не был воспитан Кешуа-Ган, он должна быть в порядке mem الذي защитил Тора, если он не сопр отправился Моисея, если он не украд sap, ひо не было считаю, ISHapi Кешуа 6-7-8-8-8-11-8-11-12-12-14-17-14-elier, если он получил кDe Beltran问题 в положительном laureе, Если человек, будучи евреем, он не воспитывался как еврей, что ему делать? Если у человека еврейские родители, я думаю, то было бы полезно, как бы раскрыть заново свое наследие и не отсекать себя от Него. Я верю, что у Него по-прежнему есть призвание. И я думаю, что было бы для Него прекрасно пуститься в путешествие, раскрытие, найти, кем же Он является. Потому что то, кем Он является, это связано с Его предками. И зачем Ему быть отсеченным от Его предков? От Его наследия. Еще вопросы есть? Юра также связан с этим вопросом. Ну, давай, давай. Если верующий еврей соблюдает только всеобщий закон, остается ли он в завете Авраама? Тяжелый вопрос, друзья. И я думаю, что нам трудно будет найти ответ из Писаний. Талмудические ученые, они по-прежнему являются евреями. То есть, по Талмуду еврей, он остается евреем, даже если он неверный еврей. То есть, он, тем не менее, еврей. Но вопрос таков. Может ли еврей, который рос не в еврейской среде, и что-то там в этом есть хорошее, что-то не очень, по-прежнему ли он обладает еврейским призванием? Павел говорит, что призыв Израиля, он не приложен. По-прежнему ли этот еврей обладает еврейским призванием? Позвольте мне, да. То есть, он говорит, да. Позвольте мне задать вопрос. Один человек говорил, я слышал от Духа Святого, что я призван быть миссионером в Китай. И он решил не быть этим миссионером. То есть, таким образом, он свое призвание теряет. Еврей, он знает свое призвание быть евреем с рождения. Даже если он был отсечен от своего наследия в Библии, он призван вернуться к нему. И призвание это не меняется для него, как для еврея. Хорошо? Хорошо? Хорошо. 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 Если Jewish person got to the tribe of Indians and he doesn't know that he is Jewish, how to deal with that? Могли or Тарзан? Sometimes it happens by God's revelation. It does. Alright. Couple more minutes. The Friday was found in Friday in Robinson Crusoe, Robert Louis Stevens. The Friday was found in Friday. Is there in the New Testament any evidence that first Christians they kept some Christians kept some commandments like to keep the Sabbath, which they do not do now in this time? Is there in the New Testament доказательства that the first Christians have been for example, which they now have not been for the Gentiles? the Gentiles? Probably some did, because they were already attached to the Jewish community. Maybe some did, because they were already as God-fearers. as God-fearers. But that's the only evidence we have. Because because you understand that when bigger numbers Gentiles came to the Lord, that when большая часть верующих пришла to God, that if the Sabbath was not possible, to be able to watch Shabbat for the first time. Why? Because there was no in the Roman Empire at that time they didn't keep time by Не было недельного разделения времени. Не было недели. Не было семидневной недели. И человек, который стал христианином, то есть эту религию в Риме не признавали. Вы не могли прийти к своему работодателю. И многие люди пришли к вере, будучи работниками и рабами. И они не могли сказать, я нуждаюсь в том, чтобы суббота у меня была выходным. Мне нужен один выходной из семи дней. В той культуре это даже смысла никакого не имело. Понимаете, Евангелие, оно должно было прийти к культурам, где еврейский календарь, он был невозможен. Работали без выходных. А вам, понимаете ли, субботнее собрание, выходное, воскресенье. Вопрос такой. Если еврейский народ, который был в рассеянии, не был воспитан в еврейской культуре, и не было обрезания, собрание в субботе, и так далее, и так далее. Как стоит ли им сегодня возвращаться к этим вещам? Так же, вопрос в жизни. Если еврейский народ, не был в кол cine, как 2017- Может они верили, - или еще ем Tes insan? То есть, вопрос, являются ли они по-прежнему евреями? Я хочу сказать, если вы не обрезаны, то вы не принадлежите к завету Абраама. Поэтому выглядит так, что вам нужно сделать выбор, быть вам евреями или нет. Я думаю, что у человека есть выбор. Почему в коммунистический период было позволено разрушить связь со своими предками? То есть, такое впечатление, что коммунизм и атеизм, они разрушили смысл связи с предками. Я думаю, что мы не обязаны, но если наши родители евреи... То есть, вы поняли, что он говорит, что естественным желанием людей является сейчас, когда пришла свобода восстановить связь с предками. Верующий, у которого есть еврейские родители, не хочет открыть то, что было украдено в его семье через коммунизм. Позвольте мне... Позвольте мне объяснить вот что. Если человек... Вот человек, у которого папа и мама евреи, но из-за коммунизма он не обрезан, он знает, что у него есть еврейские предки, и он становится христианином. Чтобы принять свое еврейство и стать обрезанным, означает... Означает быть снова присоединенным к наследию, к своим предкам. Это не играет никакой роли в плане того, что спасение... Но очень имеет большое значение к той судьбе, которую он имеет на земле. Вопрос такой... Тот сверхъестественный призыв, который есть... Знание того сверхъестественного призыва, которым обладают евреи... Почему рожденный заново человек или... И с еврейским наследием не хочет принять эту судьбу на земле? Единственная причина, о которой я могу сказать, он ее не понимает. Он не понимает ту славу и ту тяжесть, которая лежит на этом. Но... А, я скажу так, что я хочу как бы восполнение того, что у меня было украдено атеизмом и коммунизмом. И у меня было украдено еврейство, я хочу вернуть это. Я не хочу, чтобы они были украдены, а я не хочу, чтобы евреев убивали. Я хочу, чтобы они... Коммунисты и нацисты, они хотели уничтожить евреев. А я еврей. И я хочу противостоять этому. И я хочу строить, размножать мой народ, будучи евреем. Не, ну если я еврей, то я же евреев буду размножать, а никого не выписать. Понимаешь, я буду необрезанных детей делать. А вдруг наука выглядит таких... Не для записи. Если я необрезанный еврей, то я буду рожать необрезанных детей. Я хочу вам сказать одну важную вещь. Если человек обрезан, он все еще будет делать необрезанных детей. Так поэтому какая разница? Это большая проблема. Короче, большая проблема в Израиле с русскими эмигрантами. Не хотят обрезаться. Но проблема вот в чем. Верите ли вы в Авраама, в завет с Израилем? Или хотите ли выходить в этой судьбе? Он говорит, что ты не прививаешь, я не слышу, что он говорит. Падла, once again. Валентин, он этому обучает. Он позаботится, чтобы вы вас обрезали. Сестры, не переживайте. Благодарю вас, Вал. Я думаю, что мы лучше обрезаем и вернемся tomorrow. Маньяна. Маньяна. Спасибо. Продолжение следует...